Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Номер 914. События дня. Эпиграфом взято Колосиным 3.23. И все, что делаете, делаете от души, как для Господа, а не для человеков. Знаю, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия за 17 июня 2018 года. То есть это было воскресенье. Утром встали, всегда как рано, в 4.40. Молитва краткая, потому что идем в храм. Я к голубям слазил, еще одного погибшего голубя нашел. Вот какая-то на них там напасть напала. Ну, что, оделись по-церковному. Литургия была. Выше небольшое слово сказал. Птицы слетаются в подобном себе. Так как собрание. Домой приходим, завтракаем. В час дня на занятия все собираются. Ну, все, не все. Ах, кто-то не приходит никогда. Никогда не приходит. Не нуждается, значит, этим. Вопросы там решаются. На Даре свободных. Я полез опять к голубям отдохнуть у них. Машка есть. Руки и лицо надо надевать на рукавник. И нынче такая погода. Машкарада такая ядовитая. Аж кровь течет. И маску надо надевать в сетку. Володя звонит. Ребятишек надо покатать на лодке. Ну, лодку тут взяли они. Накачала. Ну, и ушел. Так вот до вечера тут пошел у Надежды Васильевны. Людмила пришла тут. Матушка посидели, поговорили. Убрал там у них все. Дрова, колопечки рядом лежат. Это категорические газеты. Все это. Навел порядок там. Ну, не всем это нравится. А как по-другому? Никак. Пожароопасная обстановка. Поэтому, бишь, сидел бы мирно. Посопел, но ушел. Ничего не сказал. Пошел, след оставил. И, гляжу, все, молкло. Вот Роман Фроликов пишет. Во свете Библии открытым оком о разговорах с неверующими. Доказывает тем, кто говорит, нет Бога. Это все равно, что доказывает россиянину то, что президент Эфиопии существует. Россиянину не нужен президент Эфиопии. Неверующим Бог не нужен. Зачем козе баян? Неверующие не видят смысла верить в существование Бога. Каждую передачу неверия неверующие гости сами уже намекают ведущим и верующим, что они знают все аргументации за веру в Бога. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. То есть неверующие сами уже подсказывают верующим, что никакие аргументы не помогут им поверить в признание Бога, как Бога, хвала ему. Встает вопрос, кого они хотят признавать? Вот тут подсказывает нам само Евангелие, Новый Завет. И дальше перечисляет места. Придет время, говорит, обычный, говорит, не умрешь, горя хватишь. Отец набрет наоборот. Умрешь, горя хватишь. Тогда ты узнаешь, как Вольтер предстанет все наяву, и демоны потащат душу, и будешь орать, и язык вытягивать. Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога при мудрости Божией, то благоугодно было Богу, юродствуя, проповеди, спасти верующих. Ибо иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для еленов безумие. Для самих же призванных иудеев и еленов Христа Божию силу и Божию премудрость. Тоже из тех и из других, оказывается, есть соблазн, а призванные, главное быть призванным. Призванные, которые уверовали. Потому что не мудрые Божии премудрее человеков, и немощные Божии сильнее человеков. Все, любая мошка, любой комар, как он подлетает мгновенно, кожу прокалывает, кровь сосет, и не свертывается она у него через тоненькую трубочку. И дальше все идет как надо. И в любом месте так. Не мудрое Божие премудрее человеков. Посмотрите, братья, кто вы призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое миро, чтобы посрамить мудрых, и немощное миро избрал Бог, чтобы посрамить сильное, главное избрание, много званых, мало избранных. И незнатное миро, и уничиженное, ничего не значащее избрал Бог. Это бы упразднить значащее. Просто упразднить их как бы и нету. Но значащие были все правители мира. Никого нигде нету. Ну, даже если знают где-то, даже памятники поставят им. Ну, камень и камень. Какое отношение к тому человеку имеет никакого? Ну, напоминает о чем. Что-то постоял, кто-то вспоминает. Да ему-то какая разница, его нет здесь. Ну, вот так. Посрамить сильно. Незнатное, уничиженное, ничего не значащее Бог. Избрал, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. А от него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением, искуплением. Чтобы было, как написано, хвалящееся, хвались Господом. Вот тут из Каринфина взято первое, кремлинам. Евангелие Новый Завет показывает, что наша задача проповедовать Христа, распятого и воскресшего, благодарение Ему. Чтобы актуализировать необходимость веры в Иисуса Христа. Такие слова придумают, актуализировать. Слава Ему и Его Евангелие. И вот, когда после нашего рассказа евангельской радостной истории, после нашего благовестия, человек захочет жить и общаться с Богом, описанном в Евангелии, слава Святой Троицы, только тогда есть целесообразность говорить с человеком о Нем. А до сих пор наша передача – это просто побуждение безумных неверующих произносить имя Божие в суете напрасно. Но есть – делайте смертный грех против третьей заповеди сетисловия. Очевидный вывод всех передач ваших. Вы сами не верите, не доверяете Евангелию и Библии. И значит, вы не любите Иисуса Христа, благодарение Ему. Поэтому вы не следуете заповедям, и вы нарушаете их. Еще одна мысль. Гости могут быть ложными неверующими. То есть, гости могут быть верующими на самом деле просто не по Евангелию. Такие неверующие выполняют роль разрушителей веры именно по Евангелию, так как пришли именно на ваш канал. После того, как они разрушат веру по Евангелию в ваших слушателях, их помощники будут формировать веру в других богов. Вот к чему приводят разговоры с неверующими. К нарушению заповедей, собственному безумию и предательству Бога, Евангелия, слава Ему. С нашей стороны может быть только предложение – выбери жизнь или смерть, благословение или проклятие. Второзаконие, 30.19. Игнатов Сергей Егорович. Христос посреди нас есть и будет. Понимание Святого Евангелия напрямую связано с настроением души, которая ищет. А Господь через свое слово дает ответы на ее вопросы. «Как скорбел Господь, взирая на жестокосердие Своего избранного народа, не познавшего час, когда Он его посетил, но благовествование Царствия Божия не прекращал до самой крестной смерти, но и после своей земной жизни Господь благовествует Евангелие через Своих учеников. У одних это получается лучше, у других – менее успешнее, так как таланты у каждого свои и трудолюбие не одинаковы у всех. Сегодня мы видим, кто как трудится на небе Божьей и следует за тем, следуем, кто преуспел. Как-то само собой получается, что ваш покорный слуга, ученик нашего духовного отца и наставника во Христе, тоже начал выходить в интернет и для благовествования Слова Божия. Пока слабенько получается, да и ученик не может быть выше своего учителя, но добиваясь совершенства, он будет преуспевать, как его учитель. Очень важно, чтобы слово проповеди было основано на святом его писании, канонах церкви, творениях и житии святых отцов, как вас учит на практических примерах Игнатий Тихонович Лапкин. И делалось бы все с любовью. Шквал общей критики на нашу РПЦ, МП, особенно из церковной ограды, сам по себе непродуктивный. Негативные явления обличать необходимо, но делать это с рассудительностью, чтобы обличение не превращалось в поношение церкви и ее же чадами, а наоборот исцеляло ее недуги. Коим нет числа. Наталья Усата, Сергей Астахов, через пять минут начнутся занятия с Виктором Савченко. Подключайтесь. По ПМП неистуствует, Виталий Калиников говорит, и дальше показывает. Тут споры разгораются. А сами попытки незаконные, до 30 лет рукоположенные, не крещенные, а мощенные. Заповеди сплошь нарушают, крестят как попало. И гоношится там еще, поднимается. Но когда умрешь, то все будет по-другому. И вот против святых. Вот Сергий Радонежский так сделал, Антоний так. Ну, он там против соборов идет. Это почему не говорите? На соборах что, не святые? А он один. Ну, вообразим, вот собор принял решение. Вот сейчас только проголосовали, записали апостольское правило, или Шестой Вселенский собор, 14-15, до 30-летний, рукополагать. И в это время сегодняшний какой-то, назовем любой, встал. А я не согласен. Позвольте, а кто это такой? То маленько сместите во времени, совместите и все это. То в Новом Завете уже предсказано, Христос вышел не раньше 30 лет, а то уже на Христа лезут-то выше. Нет. То есть ни соборов ничего не признают. Он нравится? Нарушитель. И он нарушителя и взял. Ну, нарушитель у нас есть, нарушитель Антоний, там, или Сергий. Нет, он за ним будет идти. Почему он нарушитель? Нашел себе прикрышку. Но на суде Божьем ты не будешь искать Моисея. Моисея явится, скажет, я указывал на Христа. Так и здесь. Наталья Усатая. Помилуй, Господи, защити нас от этих законов против слова живого Бога. Ничего не знают. Совсем еще не знают. Они считают за святых. А на соборе, главное, там, 400 епископов. Епископов со всего мира. И в это время выходит Сергий Радонежский. А я против. Ну, почему вы тогда не говорите, что он не прав? Ну, красный свет. А я президент. Ну, шибут тебя на красный свет-то, и все. Поедет он на красный. Президент для того, чтобы быть гарантом Конституции, а не для того, чтобы попирали ее ногами. Так и здесь. Ну, ты святой. Если ты святым, его назвали. Ну, так пускай он и соблюдает заповеди. А не так, что теперь он святой, и ему разрешено нарушать. Льгота какая? Нарушать каноны Вселенской Церкви. И это даже не понимает ничего, он говорит. То есть неверующие, совершенно ошалевшие попы. Просто бешеные волки, лютые. На правила Вселенских Соборов. Тройкратное полное погружение они не делают. Полностью католичная православная церковь-то. Ну, может быть, несколько процентов крестят правильно-то. Ни подготовки нет, ничего нет. Но считайте каноны. До трех, от трех до пяти лет подготовка. А то пять минут даже нет. Заходит, деньги заплатил, заплатил квиток. Где? Вот он, давай. Устранили Святую Десятину. И теперь торговый дом устроили. Дом торговли, вертеп разбойников. Толковать вообще нечего. Правила для того, чтобы исполняли. А вот теперь на красный свет проехал президент. И я буду делать это же. Ну, он президент, он за это ответит. А его не остановили? Не остановили. Виноват, кто не остановил. Обязаны были остановить. Правила одни, для всех. До никаких исключений. Что значит, когда уже решение? А если собор против Евангелия? Собор не при чем. Здесь Евангелие важнее. По нему Бог нас будет судить. Евангелие от Иоанна 12, 48. Слово, которое я говорил, оно будет судить в последний день. Но на него надо ориентир держать. Тут толковать вообще нечего. Сказано, значит, все. И вот посмотрим сейчас наши ресурсы. Мой мир. Я очень люблю эту систему. Вот здесь вот. Сергей Егоров. Вот прочитать. Вот я сходу прочитаю. Не знаю, какое, что. Только сейчас он вышел. Он много написал. «Мир вам, Игнатий Тихонович. Хочу поделиться действенным методом борьбы с грызунами в доме. Сам им пользуюсь уже много лет в разных домах. И он работает на 100%. Вселяясь в любой дом, пусть деревянный и старый, в первую очередь, нужно посмотреть плинтус. Мыши и крысы чаще всего через него проникают в дом. Потом места врезки коммуникаций, например, печной трубы в потолках. Трубы или проводки в стенах. В этих местах обычно есть щели. И в них надо засунуть колючие плоды репейника. А также в любом месте, где плинтус есть ненамного, хоть отходит, есть щели. И вообще в любые подозрительные щели перед возможным ремонтом также запихать репейник. Вот и всё. Репейник. Запах репейника человеку не заметен, а мышам противен, так как репей портит их шубы. Психология грызунов такова. Они сую свои нос в любые щели и анализируют запихи. Если пахнет теплом и пищей, то однозначно имеет смысл в эту сторону грызть, так как зубы постоянно растут, и их нужно всё время стачивать. И стачивать лучше со смыслом, а не просто так. А если из щели улавливается запах репея, то нужно уходить в противоположном направлении. При этом методе они теперь могут попасть в дом только через открытые двери или окно. Обычно это чаще случается по осени с наступлением холодов. А высушенные колючки репея почти не гниют и их надолго хватает. Да и собирать их можно даже зимой. Стебли с колючками торчат из снега. С уважением, Никандор. Вот так. Ну вот я, допустим, на голубятню сейчас залезу и куда я их буду совать? В какое место? Непонятно. Вот что-то мне звонит к шести часам. Татьяна, наверное. Ну да. Проверяет, как я просил звонить. Капустина, старшая сестра. Вот Никандор дал с утра Сергей Горохов. Это, видать, Никандор. Что-нибудь монашеское там имя, где, не знаю. Ну, благодарю Сергея. Вот видишь, до этого сколько он писал. Бог, за ваше здоровье. В прошлом году вы на прудах носили по две жерде и работали так, чтобы пошла кровь. И все для того, чтобы в пруду было больше рыбы. Послушайте, лучший хрен. Ну и дальше это уже было, уже я считал. Заботиться обо мне. Не встречались никогда. Вот Бог послал помощника. Спаси Христос тебя, Сергей Горохов. Или Никандор. Как правильно-то сказать? Не знаю. Ну, дальше у нас форум. Что-то последнее время увеличилось до трехсот, посещая весь день. Хороший наш форум. Очень хороший. Хорошо, легко составленный. И огромная-огромная здесь информация. Ну, что можно сказать? Тысячу шестьсот тем. Тем. Понятно, что это ни два, ни три. А где-то это известно. Ну, сейчас посмотрим. Может быть, что-то и написано. Найдено. Тысячу пятьсот восемьдесят девять тем. То есть, удалено. Тысячу шестьсот. На странице пятьдесят. Вот. Дальше. Канал. Видеоканал. Сегодня вот я выставил. Сколько тут посмотреть. Вот возвращение с работы. Идет Марина. Тысячу. Здесь готовим музей. Три тысячи. Но для нас три тысячи это много. Вот районная редакция. Почему-то по одному. Больше ничего нету. И во свете Библии. Большой библейский православный сайт. Вопросы и ответы. Вот так. И на этом, можно сказать, сегодня все. Опять готовимся идти на Рыжковский северный пруд. Большая работа. Уже начали укладывать доски для стока воды. Как удастся, не знаю, какая погода. Скорее бы там закончить. У нас уже на огороде все заросло. Ждут. Все, пока.